Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Итак, скажите, как повести себя в ситуации, когда встретила своего раннего любимого человека? Чувства у нас сохранили до сих пор, мы провели вместе несколько дней. Дальше вы уже как бы повествуете о дальнейших нюансах своей проблемы. Смотрите, первое, что нужно здесь понимать, на что в первую очередь нужно обратить внимание, это на то, что если вы встретили своего раннего любимого человека, то это значит, что когда-то вы с ним расстанетесь. Вот это означает, что когда-то вы с ним расстались, с человеком своим любимым. Если вы с человеком своим любимым когда-то расстались, то, скорее всего, это связано было с тем, что мне с вами были какие-то проблемы. Понимаете? Вот. Если мне с вами были какие-то проблемы, то, скорее всего, эти же проблемы никуда не делись. Они, скорее всего, остались. Вот. Понимаете? Какая штука. Вот. И очень важно понимать, а решили ли вы эту проблему для себя или нет. Потому что если нет, если вы не расстались для себя, то даже при условии, что вы с молодым человеком вновь будете вместе, даже при условии. Эти проблемы могут появиться вновь, если вы их не решите. И, соответственно, расставание будет, вероятно, еще более болезненным, травматичным для вас, ну, травмирующим для вас. И, собственно, ничего из этого хорошего не выйдет. То есть, есть ключевой момент в том, что люди как бы забывают, на мой взгляд, о том, что проблемы, приводящие к разрывам, как правило, не решаются. А со временем они не исчезают. Иногда бар, но чаще нет. Дальше. Чувства у нас сохранились до сих пор. Ну, возникает вопрос. Если чувства сохранились, почему же вы не были вместе и указывала своя семья? То есть, это, ну, достаточно серьезное противоречие и достаточно серьезная такая тенденция к определенной модели поведения, вот, которая определяет, собственно, результат этого поведения и места человека в жизни. И, как бы, чем больше это говорит о том, что в основе, в основе такой ситуации лежит, ну, вот, некая определенная тенденция, которая не всегда является, может являться позитивной, к сожалению. Дальше. Мы провели в несколько дней, обо всем говорили, у каждого была семья, сейчас она была свободна, но у меня есть дети. Я им предложила быть вместе, жить с семьей. Но, опять же, понимаете, необходимо дифференцировать, то есть, различать. Общение с человеком, взаимодействие с ним и проживание с семьей. Это разные вещи. В семье нуждаются свои, скорее всего. Если это так, то вам необходимо разбираться, в первую очередь, в себе. Почему мне нужна семья? Для чего мне нужна семья? Как правило, это связано с чувством защищенности. С чувством защищенности. А, значит, вы чувствуете себя незащищенно. Это, соответственно, означает уязвимость. Вот с чувством уязвимости, защищением уязвимости, психологической уязвимости здесь нужно разбираться. В норме, в такой, более-менее норме, для человека семья, конечно, важна, и он, конечно же, ее хочет. Но это совершенно не обязательно, я прибуду как бы в жизни, да. То есть, если, например, вашего партнера сейчас устраивает вот такая история, без семьи. Ну вот, а вы, например, человеком дорожите, что самое главное, принимаете его, и принимаете его выбор. Вот. Ну, совершенно спокойно вы соглашаетесь на такого рода отношения. В этом ничего такого нет. Еще раз повторюсь, при условии, если вы принимаете его выбор. То есть, опять же, понимаете, принятие выбора и непринятие может быть разным. Принятие человека, точнее, и непринятие может быть разным. К примеру, одно дело, если вы не принимаете решение человека, потому что чувствуете себя уязвимо без семьи, и в этом нужно себе честно признаться. В первую очередь. Совсем другое дело, если вы не принимаете человека по, скажем так, немножко другой причине. Например, по причине того, что, в принципе, считаете, и к этому вы пришли осознанно, что встречаться с меньшиной вне, так сказать, без перспективы семьи, семьи без перспективы, ну, мягко говоря, вам не подходит. Это не вкладывается в вашу систему ценностей. Если это так, то это ваш выбор, за этот выбор вы несете ответственность. В том смысле, что отсеиваются люди, которые не соответствуют этим ценностям и этим требованиям. Но, если это ваши ценности, вы становитесь счастливее, когда их продвигают. Это, опять же, отличительная черта вот так называемого ценностного поведения, когда человек действует так, как вот он представляет себе наиболее соответствующий его приоритет. Да? Дальше. Так, он мне сказал, что боится брать ответственность за моих детей, за воспитание моих детей. Ну, в принципе, это достаточно такая, я бы сказал, вполне понятная реакция, потому что дети действительно живы чужие, а дети действительно... Ну, у мужчин это детей нет, и нужно понимать, нужно понимать, что если детей нет, то это не просто так. Вот. То есть у него... Ну, у него не просто так, у него не просто так, нет детей. У мужчины, я имею ввиду. Знаете? Вот, и соответственно, вы думаете как, что вот у него была семья. Значит, до встречи с вами у него была семья, но не было детей, и вы думаете, что сейчас, когда появились вы, дети у него внезапно появятся? Нет. Нет. Это так не работает. Если у человека не было детей, то они у него не появятся, потому что он, скорее всего, их не хочет. Вот. А пресс заключается в том, сразу, отдаете ли вы себя вот на счет и принимаете ли вы человека вот таким, ну, таким, что вот он не принимает, что ему не нужны дети, например. Вот. Вот. То есть страх ответственности за воспитание, неготовность быть родителем, неготовность быть отцом, это вот, вот, в принципе, такая особенность у человека. Но, по крайней мере, это честно, потому что он мог бы, например, вас обмануть, сказать неправду, сказать какую-то ложную штуку, вот, по типу того, что да, давай, я сам не проводил бы время с вами и с детьми или ссорился бы с ними, вот, и так далее. Такие случаи есть, и, вот, в частности, мы, да, психологи, сталкиваемся с этим на практически постоянной основе, и поэтому здесь я могу сказать только, что мужчина он, в общем и целом, достаточно хорошо он здесь, здесь себя показывает, вот, именно в плане того, что говорит вам все как есть. Вот. На мой взгляд, это прямо очень хороший показатель того, как человек к вам относится. Вот. Вот. Ну, я, конечно, здесь, я отдаю себе отчет о том, что, может быть, вы со мной и не согласны, вот, но, тем не менее. Дальше. 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 Следующее. Вместе мы как одно целое, он не против встречаться, он умеет создавать не готов со мной. Ну, опять же, понимаете, здесь, здесь вопрос такого плана, здесь вопрос такого плана, что значит единое целое, да, что значит, вот, как, ну, как единое целое, что это такое? Что, что вы имеете ввиду? Просто, с точки зрения, например, психологии, это больше похоже на механизм слияния, да, с точки зрения психологии, это больше выглядит как то, что вы пытаетесь, ну, вы пытаетесь слиять. Человек, человеком слицем, вот, ну, в единое, так сказать, сцело, вот, и, соответственно, вряд ли в этом может быть что-то, что-то для вас хорошее. Вот, поэтому, тут вот очень важный момент, да, тут очень такой важный аспект. И, соответственно, что значит, что, ну, как вы себя, грубо говоря, чувствуется, да, ну, с человеком в этот момент, в этот момент, в этот момент, это достаточно вот. Дальше идем. Семью не готов со мной создавать, но я готов встречаться. Ну, смотрите, это то, чтобы человек сейчас вам готов дать, вот. Понимаете, да, это вот то, что, ну, то, что мужчина сейчас готов с вами. Это то, на что человек с вами сейчас, вот, готов, ну, значит, то вот, как человек готов с вами сейчас быть в отношениях. То есть, именно, вот, в каком, ну, формате я готов быть с вами в отношениях. Вот. И если вы не принимаете его, то это вопрос, ну, к вам, почему вы его не принимаете. Вот. Вам для чего-то, например, нужна семья. Если вам нужна семья и вам она нужна для чего-то, то, собственно, для чего, то, собственно, для чего вам она нужна семья. И, соответственно, это нужно вывести, потому что вполне вероятно, что вы через человека, пытаетесь, значит, свои потребности реализовать. Что не совсем честно, по отношению к нему, к нему, вот. А, ну, по отношению к... Человеку, да? Не очень честно. Вот. И, опять же, этого ставят под сомнение вашу искренность к нему. Потому что направлены в виде на него, получается, вот, а на... Себя. Вот. На свои потребности. Вот. В этом, вот, может быть, как раз таки... проблематика ваша. Вот. Потому что... Ну, трудность... Может быть, у вас... Может быть, у вас трудность... Как бы... может иметь место быть трудность? Понимаете, да? Вот. Что я имею ввиду? Так что очень важно, чтобы вы для себя это... Обназили. Далее. Мы живем в районных городах, расстояние позволяет встрече видеться, но не могу же я к нему ездить постоянно. Ну, опять же, почему не можете, да? Вот. Всем связано конкретно то, что... Вы не можете... Вы не можете... А, и... А... Почему только вы? Вот. То есть, почему не... Это... Он... С... 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 К... К... Вот. А это... Вот. Такой... Важный момент. Важный момент. Для вас. Важный момент. Дальше. Это ведь неправильно. Эм... Неправильно... Об... 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 С точки зрения кого. Неправильно. А... Неправильно с точки зрения чего. Понимаете? То есть. Тут... То... То... Как понять, что... Эээээээээээ... Jeanjняuk of a influence? У... Одиннадцать... Что вы, в общем-то, имеете ввиду, говоря о том, что то или иное неправильно. То есть, это очень такой важный момент, на мой взгляд, по крайней мере. Неправильно, это новое правило втекает из установок. Итак, сидеть ждать неизвестности мне тяжело. Ну, во-первых, вследствие чего вы ждёте именно неизвестности. Почему вы ждёте неизвестности? Это первое. То есть, с чем связано то, что это неизвестность. Как вы реагируете на неизвестность? То есть, для вас это тяжело, трудно. Если тяжело, трудно, то очень. Второй момент. Значит, мне тяжело ждать неизвестности. Из-за чего вам тяжело её ждать. То есть, есть ощущение, что вы здесь не полагаетесь, грубо говоря, на себя. А полагаетесь на мужчину, ну, пытаетесь положиться на мужчину. Так это для меня выглядит. Если это правда, то давайте разбираться. Давайте разбираться. С чем это связано? Что вы полагаете только на человек. На себя при этом положиться вы не можете. Ну, по крайней мере, вас... Сука, потому что вы пишете, и пишете, у вас это не получается сделать. Вот. Это нужно разобрать. Что ж. И бетовать. По сути, вы говорите о позиции жертвы сейчас. И вы находитесь в формате психологической игры данного. Когда вы поместили себя, по сути, в тупиковую ситуацию, и теперь не знаете, что делать. На выходе мы имеем возможность не делать ничего. То есть не брать ответственность на свои решения. То есть не ошибаться. Ну, согласитесь уже, такая достаточно серьезная... Момент. Ну... Это такой достаточно... Серьезный момент. Дальше. Идем. Эм... Эм... Следующее. Вы как-то казались в отношениях с нелюбимым человеком. Судя по тому, что... Эм... 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 Дальше, я его очень люблю, навязываться тоже не хочу, но здесь у вас есть чувство стыда и страх отказа, как мне видится, потому что навязчивость не нужно будет с вниманием, с проявлением внимания, вот. Это все-таки вещи достаточно разные, скажем так, не нужно путать эти в целом разные вещи, но если вы, допустим, чувствуете, если вы чувствуете, именно чувствуете, что навязываетесь, то можно поднять вопрос о том, насколько вы нацелены на самого человека, а не на себя. Вот именно в отношениях, если, как вы говорите, вы его любите. Вот, это очень такой важный, болтавший момент, потому что если вы не хотите навязываться, скорее всего, вы преследуете какие-то свои, опять же, повторюсь, цели. Вот. И это очень важно, потому что преследуя свои цели в отношениях, что с человеком вы, ну, не сможете их реализовать. В полной мере, к сожалению, к сожалению. Вот. Дальше. Что делать? Да, любовь. Вы пишите, что любите его. Любовь. Любовь – это безусловное принятие партнера, и мне кажется, что вы как раз-таки своего партнера не принимаете, потому что вас, ну, несколько вот, вас несколько не устраивает то, как человек себя ведёт, да, вот, ну, в какой-то степени вам не нравится, что мужчина, значит, ну, не хочет создавать с вами семью. Вот. И, соответственно, о любви здесь, ну, вряд ли можно говорить, по крайней мере, именно в этом контексте. Вот. Такой момент. Вот здесь. То, на что я бы хотел обратить ваше внимание. Дальше. Что делать дальше? Что бы что? Стоит ли ему писать звонить или пока помолчать? Лишь его писать звонить, а не дать ему время обдумать ситуацию. Что будете делать вы? Подскажите, пожалуйста, как быть. Наталья, мы не подсказываем, как быть. Мы не даем советов. Мы помогаем разобраться в себе. Это то, что вам нужно. Разобраться в себе и в том, чего вы хотите, а не получать какой-то совет. Так более независимый вы не станете. К сожалению. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. А я желаю вам всего самого доброго.